ну здравствуйте господа и товарищи так сегодня у нас мл и что сегодня я буду делать со своей мл долго долго думал и всегда очень хотелось поставить назад банку амг амг хотел я выкинуть докатку купить банку тогда они еще по ценам стоили там в районе 25 воткнуть туда банку и как бы две насадочки амг раздвоенный выхлоп звук соответственно меняется вот но спас связи с последним подорожанием сейчас банки у нас где-то от 45 начинаются и в связи с нашими законами то что нельзя переоборудовать конструкцию автомобиля блин я от этой идеи решил отказаться но мысли по поводу раздвоенного выхлопа остались бюджет ограничен раздвоенный выхлоп хочется особенно его захотелось когда я купил вот эту насадку вот эта оригинальная насадка сапожок блин когда я поставил блин как бы было прикольно чтобы с левой стороны стояла такая же насадка ну что вы думаете я еще одну такую же насадку никаких видосов я не показывал вот один в один такой же сапожок и просто прикидываю сюда я не знаю камера наверно передаст вот такой вот вид прикольный как оно и должно дальше что я решил я обратился в компанию выхлоп брат выхлоп брат приветствует вас зарекомендовал себя уже не первый месяц работ с выхлопными системами да я как вспомнил садыч зародился тем что у меня глушитель самодельный наверно в машине да я просто вспоминаю у меня с выхлопом братом одни эти неприятные воспоминания вспоминаю как мы на победе глушитель целый день ставили это пипец был короче что мы решили сделать посоветовался с Серегой он говорит покупайте приемную трубу от УАЗика это приемная труба от УАЗа уже под 417-милитель более толстая кстати почему-то я под пружинную подвеску не знаю почему артикул так бился купил вот эту трубу купил насадку хомуты вон целая куча которых которые не подходят что я хочу я хочу всех обмануть я бы даже сказал грубее обман международного масштаба на любить всех я хочу не нарушить закон хочу сделать бюджетный выхлоп то есть вообще за копейки и как бы в случае если меня дпс-ники где-то нагнуть я это мог там в течение 10 дней просто демонтировать и вернуть все в сток как это все будет выглядеть ну Серега мне естественно это рассказал сейчас я вам это перескажу перескажу тоже смотрели посты мы на драйве с ним оттуда отталкивались ну где-то еще свои будут доработки у нас что мы делаем первое докатку нам надо сохранить всю ее функциональность чтобы она выезжала заезжала ничего нам не мешало так первое что мы будем делать врезаемся в трубу вот в эту делаем вариваемся допустим здесь или здесь мужики варивают здесь вариваем трубу меньшего диаметра далее одеваем туда приемную трубу от уаза ну естественно и огнем под определенным углом как нам удобно это здесь затягиваем ее на хомут вот в этой части также как здесь мы ставим подвес к раме приварим к этой трубе у меня есть где-то прутье ну типа арматуры только без без этих вот рифленок ну и соответственно да соответственно выводим вот здесь саму саму выхлопную выхлопную трубу ну и на нее уже оденется у нас насадка правда под конец скорее всего мы трубу большего диаметра говорим из-за того что вот сами видите здесь какой размер у нас и и по по тому чтобы они определи равномерно дымили что там надо сделать серёг там под определенным углом надо сделать вырез и дым равномерно выходил но это секрет фирмы поэтому секретов не раскрываем покажем да как вот такой самый бюджетный выхлоп то есть на посту меня останавливают доказывают то что у меня машина не в стоке я это запросто убираю и предоставляю автомобиль с учетом у меня не слетает ничего да и второе звук даже с банка мгл не особо меняется блин я их видел в живую а здесь здесь чисто нужна вот красота вот она визуальная до симметрия как бы на таком автомобиле мне кажется разводный выхлоп он должен в общем так загляли вот такую конструкцию опять от серёга придумал мл-ка так стоит трёмно конечно понимаешь что она на колесах и никуда не денется вот это радует конечно сейчас скидываем докатку снимаем заглушки бампера скидываем докатку уже размечаем примеряемся вот дальше включимся покажем вам сварку втащим я не знаю погода опять что-то не на нашей стороне нормально выхлоп брат прием братья и сделают да да а тем временем серёга уже потом или уже разрезали нафиг болгарки приемную трубу азовскую и вот он варивается решили варить в этой части ничего у нас докатки не мешает вот он с одной стороны уже обварил и сейчас другой разрез еще пока не делали переходной уже видите выхлоп идет серёга изготавливает вот такую конструкцию подвес глушитель сейчас он кроме два болта приварит и поставит подвес будет вот так вот работать и скобы у нас ухозный вариант конечно вы напишите но но этот будет работать на болты он привык прихватывает дальше по по насадке расширили трубу насадку уже прихватил я на шестиграннике здесь вот так вот пока все будет крепеж делаем накидываем трубу и дальше соединяем и так выставили на насадки смотрите какой вид серёга заканчивает сварку покрасил вот эту часть у меня была сам выхлоп облезлой могли видеть начале вот как то так сейчас вам покажу что здесь у нас получилось здесь серёга вырезал защиту проварился так дальше здесь соединение на хомуте у нас дальше переход здесь то вместо трубогиба мы использовали надрез болгаркой и сварочные швы дальше переход идет сюда сделали вот такой вот кронштейн под вот эту насадку под эту тягу крепление приварили кроме подвеса от volkswagen который был его приварили приварили два болта кроме здесь немножко машины сейчас серёга срезает сейчас он срезает болгаркой и все и и этого мы вам даже продемонстрируем механизм запаски серёга давай то что у вас ничего не задевает не позавтракал не откинул и вниз и вот все а вот часть убьется а так вот такой зазор все нормально завод завод делаем амг а без вихлобрата сейчас и вот эти вот болты длиннющие срёга срежет болгаркой моя задача запаска в покраску и вот такая вот эмаль термоэмаль для мангалов куда весь этот тракт я сейчас просто прокрашу еще термостойкой и запустим посмотрим момент первого запуска я таки двумасу серёга снимает давай саныч с посмотрим что мы тут наварили все руки себя обжег с этими вашими глушителями ну ну вы газу даешь есть немножко запустили двигатели чего у нас получается с одной трубой пар идет конденсат с другой ничего как имитация насадки хотя серёга сделал определенный угол как бы это немножко загинал то мой этого вышло мало в итоге какому решению мы пришли вот здесь серёга сделал пропел да вот такую планочку вот такую планочку 3 кроет основной она перекроет основной тренировались на шпателе шпатель вставляли запускали двигатели смотрели короче вот так вот будет перекрыта труба и соответственно у вас выхлоп уже идет пар идет на две стороны кстати смотри как много да да хотя тут труба то здорово это вот для этого много нормально следующий пшик и серёга заварил сюда перегородку поставил сергей викторович да возьмите пожалуйста камеру благодарю масса ключа где ключ все ну да вот смотри так я говорю пожалуйста вот здесь из боковушек смотреть вот с 1 прям вот рук подставляю и вот со второй конденсатом давай давай вот так вот они лучше будет видно ну да он как чайка слышишь с двух этих и так докатку не ставил одел защитный колпак вот так вот всю трассу покрасил вот так принципе выглядит потом насадки эти от полирую и в лаках покрою лаком покрою вот пока вот такой вид сейчас загоняю машину с этой самодельный эстакад давай 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 что давай оттащим все это сразу ну чё газануть за ней газуем 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 вот так все выглядит вот пар 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 Ну вот, все работает Все, глуши Глуши, биби Ну вот, друзья, сами Ну вот, друзья, сами видели, что получалось Бюджетный самый выхлоп, самая дорогая здесь часть Это насадка Остальной приемной трубой ерунду стоит Сергей Викторович, спасибо тебе огромное Пожалуйста Спасибо Компания Выхлоп Брат Обращайтесь, ссылочку оставим в описании Вот, ну на этом На этом все, мы заканчиваем Всем спасибо за внимание Подписывайтесь на канал, телеграм-канал Яндекс.Дзен Ставьте лайки, не забывайте, пишите комментарии Бюджетный выхлоп Минуя 12.51 Всем пока Грустно, грустно